Мы обратили внимание на прозвучавшие в ходе слушаний в Конгрессе 10 декабря нынешнего года заявления высокопоставленных американских должностных лиц относительно планов США применить к России меры экономического и военного давления в связи с якобы имеющими место нарушениями российской стороной договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вызывает сожаление, что в Вашингтоне продолжают следовать подобной конфронтационной логике. Наше отношение к санкционной практике США хорошо известно. Мы считаем подобные односторонние рестрикции нелегитимными и не намерены подчиняться американскому диктату. Что касается возможных военных шагов, на которые намекали американские представители, то они только добавили бы напряженности в и без того весьма сложную обстановку. Это вряд ли способствовало бы укреплению безопасности Соединенных Штатов Америки и их союзников, о чем говорилось на слушаниях. Примечательно, что выступая с подобными угрозами, США не могут внятно сформулировать, в чем собственно состоят их претензии и упорно отказываются конкретизировать свои обвинения. При этом они не дают удовлетворительных ответов на наши обоснованные и вполне предметные встречные претензии. Это относится к ракетам-мишеням ПРО, сходным по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности, и к американским вооруженным беспилотникам, которые со всей очевидностью подпадают под содержащиеся в договоре определение крылатых ракет наземного базирования. И к намерению разместить в Польше и Румынии наземный вариант корабельной пусковой установки МК-41, которая способна запускать крылатые ракеты средней дальности. Мы по-прежнему убеждены, что угрозы – далеко не лучшее средство решения проблем, которые могут возникать в контексте выполнения данного договора. Намерены действовать исходя из этого и призываем к тому же американскую сторону. Продолжение следует...